Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области и был третьим из четверых детей. Его отец Алексей Иванович Гагарин был плотником, а мать Анна Тимофеевна Матвеева работала дояркой на молочно-товарной ферме. Детство Юрия пришлось на военное время. 1 сентября 1941 года он пошел в школу, а спустя месяц Клушино заняли немцы. Выгнали Гагариных из дома и устроили там свою мастерскую. Оказавшись на улице, семья выкопала на огороде землянку, накрыла ее дерном и установила печку-буржуйку. Крыша в этом жилище была такая низкая, что даже нельзя было встать во весь рост. Юра вместе с другими мальчишками делал немцам мелкие пакости. Разбрасывал по дороге битые бутылки и острые гвозди, которые прокалывали колеса вражеским машинам. А однажды напихал тряпок в выхлопную трубу одного немца по имени Альберт. И потом несколько дней прятался, чтобы не попасться ему на глаза. В январе 1943 года нацисты забрали у Гагариных старшего сына и дочь и погнали их в немецкий трудовой лагерь. А в марте после освобождения деревни отец ушел на фронт. Так Юра стал старшим мужчиной в семье. В конце войны все гагарины вернулись домой, и семейство переехало в город Гжатск. Там Юрий продолжил обучение, однако после шестого класса, несмотря на уговоры, отказался оканчивать семилетку. Он хотел учиться в Москве и поступил в Люберецкое ремесленное училище, а параллельно еще и в вечернюю школу рабочей молодежи. В мае 1951 года 17-летний Юра окончил 7 класс, а в июне училище по специальности формовщик-литейщик, причем с отличием. В августе того же года Гагарин переехал в Саратов, и там поступил в индустриальный техникум на литейное отделение. Здесь же Юрий сделал судьбоносный шаг. 25 октября 1954 года пришел в Саратовский аэроклуб, в котором открыл для себя космическую философию известного русского ученого и мыслителя Константина Эдуардовича Циолковского. Влюбился в небо и решил связать свою жизнь с авиацией. В аэроклубе Гагарин совершил первый самостоятельный полет на учебно-тренировочном самолете Як-18, а всего за год ему удалось выполнить целых 196 полетов. В 1955 году Юрий с отличием окончил техникум и тут же был призван в армию. Новобранец отправился в город Чкалов, в первое военное авиационное училище, где был назначен помощником командира взвода. Гагарин очень серьезно относился к дисциплине, и это нравилось не всем курсантам. Однажды ночью они решили проучить его, в результате чего Юрий был сильно избит. Но проведя в госпитале целый месяц, Гагарин вернулся в часть, и, нисколько не изменяя своим принципам, остался таким же требовательным к себе и взводу. Учился он великолепно, по всем дисциплинам получал высшие баллы. Не удавалась только посадка самолета. Раз за разом воздушное судно под управлением курсанта Гагарина клевало носом в землю. В итоге училище было вынуждено принять решение об отчислении. Юрий не мог смириться, плакал и говорил, что не представляет жизни без неба. Начальник летного училища отнесся с пониманием и предположил, что мешает невысокий рост курсанта, который составлял 157 сантиметров, а это существенно меняло угол обзора при посадке и снижало чувство земли. Тогда на кресло Юрию положили толстую подкладку, и он успешно справился с посадкой. В октябре 1957 года Гагарин окончил авиационное училище. И снова с отличием. Через несколько дней после выпуска Юрий женился на Валентине Ивановне Горячевой. Она была медиком и работала в Центре управления полетами. В браке родились две дочери – Елена и Галина. Гагарин обожал своих детей и даже завел для них настоящий зоопарк. В доме жили цыплята, утки, белки и даже лань. Валентина была не очень этим довольна, но со временем смирилась. В 1959 году начался отбор для первого полета в космос. Планировалось отобрать 20 кандидатов. Гагарин как раз получил звание старшего лейтенанта, стал военным летчиком первого класса и отправил рапорт с просьбой зачислить его в отряд. Тут рост сыграл положительную роль, ведь космический корабль «Восток-1» имел ограничения по размерам, поэтому невысокие кандидаты были в приоритете. В итоге заявка молодого офицера Юрия Гагарина была одобрена. Тренировки будущих покорителей космоса начались весной 1960 года. Конкуренция была жесточайшей, однако Гагарин пользовался всеобщей любовью. Трудолюбивый, доброжелательный и лишенный чувства зависти он вызывал глубокое уважение. Когда в отряде провели анонимный опрос, кто лучше подходит для полета, большинством был назван именно Гагарин. Кстати, вот вам один интересный факт. Юрий, хоть и заядлым курильщиком не был, но и изредка покуривал. В те времена о вреде курения было известно еще не так много, поэтому даже курящий космонавт никого особо не удивлял. Правда, в прессе фотографии с курящим советским космонавтом увидеть бы вам не удалось. В 1961 году появились сведения, что американцы планируют отправить человека в космос, причем уже 20 апреля. Холодная война была в разгаре, и Советский Союз просто не мог допустить, чтобы первым человеком, побывавшим в космосе, стал негражданин СССР. Поэтому было принято решение поторопиться с запуском. А выбор сузили до трех кандидатов – Германа Титова, Юрия Гагарина и Григория Нелюбова. В итоге выбор пал на Гагарина, а его дублером был назначен Титов. Дублер – это человек, который наравне с первым кандидатом в космонавты проходит те же испытания и подготовки. В случае внезапной нештатной ситуации, в результате которой первый кандидат теряет возможность лететь, дублер незамедлительно занимает его место, и именно он отправляется в космос. Интересен тот факт, что дублер сопровождает первого кандидата до самой его посадки в космический корабль. Их вместе одевают в скафандры, вместе везут на стартовую площадку, и до самого старта ракеты дублер находится в полной боевой готовности, и в любую секунду может подменить первого кандидата. Ну а потом космонавт улетает в космос, а дублер отправляется домой. Или наоборот. Такие вот дела. Запуск космического корабля готовился в огромной спешке, и многие важные системы не были продублированы. Например, не было системы мягкой посадки и экстренного аварийного спасения, поэтому запуск был сопряжен с высокими рисками. Заранее было заготовлено три разных текста сообщения для прессы. На случай успешного развития событий, на случай пропажи космонавта, а также на случай катастрофы. Все сообщения были запечатаны в конверты под номерами 1, 2 и 3 и отправлены на радио, телевидение и в газеты. Было дано четкое указание вскрыть тот конверт, номер которого укажут из Кремля, а оставшиеся немедленно уничтожить. Тренировками будущих космонавтов руководил летчик-испытатель и герой Советского Союза Марк Лазаревич Галай. И когда участники отряда занимали место в тренировочной кабине корабля, то он часто говорил «поехали». И вот 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин произнес свое легендарное «поехали» и стал первым человеком, совершившим полет в космос. В 9.07 по московскому времени корабль «Восток-1» был запущен с космодрома Байконур в Казахстане. Уже при запуске возникли серьезные неполадки, в результате которых корабль поднялся на 100 километров выше запланированного. И если бы тормозная система сработала некорректно, то «Востоку» пришлось бы возвращаться от 20 до 50 дней, в то время как воды и пищи на корабле имелось всего на 10 суток. Но, к счастью, с этим проблем не возникло. На орбите Гагарин сообщал о состоянии корабля, своих наблюдениях и ощущениях. Проводил простые эксперименты – пил, ел, делал записи карандашом. Полет продлился 108 минут, и за это время корабль совершил один оборот вокруг Земли. А вот при посадке начались проблемы. Сначала неудачно сработала тормозная установка, поэтому в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду. Юрий мужественно перенес такой аттракцион, но когда капсула наконец вошла в атмосферу Земли, загорелась обшивка корабля. На этом злоключения Гагарина не закончились. Когда он катапультировался, то клапан, через который должен был поступать воздух, не открылся. По оценке Юрия, ему потребовалось около 6 минут, чтобы исправить эту ситуацию. Тут же появилась другая проблема. Гагарин понял, что ветром его сносит прямо в холодную реку Волгу. Однако он благополучно смог направить парашют в сторону. После приземления в Саратовской области космонавта отвезли в часть, где он доложил по телефону об успешном завершении полета. Примечательно, что взлетал Гагарин в звании старшего лейтенанта, а на Землю вернулся уже майором, так как первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев посчитал, что первый космонавт планеты просто не может носить невысокий чин. На следующий день для Гагарина устроили пресс-конференцию. А через месяц отправили в тур с миссией мира. За два года космонавт побывал примерно в 30 странах и везде зарекомендовал себя как обаятельный, улыбчивый герой. В июле 1961 года Гагарин получил от королевы Великобритании приглашение на торжественный обед. Об этой трапезе сложилось много легенд. Например, что за чаем Юрий, как и многие граждане нашей страны, вытащил из чашки дольку лимона и съел. А вслед за ним то же самое проделала и Елизавета II. Но единственная достоверно подтвержденная история – это то, что королева сама изъявила желание сфотографироваться с космонавтом. И в ответ на удивление придворных сказала, «Гагарин необычный земной человек, а небесный, поэтому протокол на него не распространяется». Юрий, даже став всемирно известной личностью, не страдал звездной болезнью и мечтал только об одном – вернуться к полетам и быть в составе лунного космического экипажа. В сентябре 1961 года он поступил в Военно-воздушную инженерную академию Жуковского. В феврале 1968-го, получив квалификацию «Летчик-инженер-космонавт», он окончил академию, но долго полетать ему не удалось. 27 марта 1968 года во Владимирской области Гагарин совершал полет на учебно-тренировочном самолете МиГ-15 под руководством опытного инструктора Героя Советского Союза Владимира Сергеевича Серегина. До сих пор точно неизвестно, что именно тогда произошло, кроме факта. Самолет разбился, оба пилота погибли. Первому космонавту Земли было всего 34 года. После его смерти впервые в истории СССР объявили общенациональный траур в память о человеке, который не был главой государства. Хотя жизнь Юрия Гагарина была коротка, его слава и вклад в развитие всего человечества поистине вечны. Но Гагарин завоевал любовь мира не только своим подвигом, но еще и своей широкой, обаятельной, доброжелательной улыбкой. Он стал не только символом новых возможностей человека, но и первым символом, объединившим людей разных стран и разных взглядов в единое человечество. Он помог осознать, что все мы – жители одной планеты Земля. За свой полет Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен званий Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, награжден Орденом Ленина и множеством других званий и почестей. Сегодня улицы и проспекты многих городов России и бывшего Советского Союза, корабли, самолеты, школы и даже один из кратеров на обратной стороне Луны носят имя Юрия Гагарина. Про него снимаются фильмы, пишутся книги, ему посвящают стихи и песни. Памятники ему установлены по всему миру. А 12 апреля отмечается День космонавтики, в память о дате, ознаменовавшей начало новой страницы в истории освоения человеком космоса. После своего легендарного полета Гагарин сказал, «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее». Это была история Юрия Гагарина. Вы на канале Short History. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски наших коротких историй. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Будьте с нами!